Выразительно читать стихи на чувашском языке, собственного сочинения или известных авторов. Во второй раз жителям Чуваши предложила молодежная газета. Ко дню чувашской печати издание провело в Чебоксарах поэтический батл, в котором могли принять участие люди любого возраста. Лидия Ильдзиркова из Чебоксарского района говорит, как скучна была бы жизнь, если б не было стихов и песен. В ее арсенале десятки произведений. В этом году в умении красиво читать стихи с ней соревнуются пять человек. Все они приехали из разных уголков республики. В голове Валентины Беловой также легко всплывают стихи на чувашском на любой случай жизни. С детства она и сама их сочиняет. Узнав о батле, ни минуты не сомневалась, что должна участвовать. На импровизированной сцене она прочитала свои произведения. Ограничений в авторстве стихотворения организаторы не ставили. Главное условие поэтического батла состояло в том, что каждый участник должен был знать наизусть пять чувашских произведений. Идея возникла вообще откуда? Раньше, в начале 20 века, в 19 веке, подобная традиция существовала у наших русских поэтов. Соревновались Владимир Маяковский, Игорь Северянин. И поэтому мы решили сделать подобный конкурс. От этапа к этапу количество конкурсантов сокращалось. В финале за первое место боролись Валентина Белова и Татьяна Матросова. Однако звание победителя поэтического батла 2022 судьи единогласно решили присвоить студентке Чувашского госуниверситета Татьяне Матросовой. Екатерина Данилова, Алиса Александрова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.